Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие телезрители! Снова мы с вами вместе на канале «Радость моя». На наш сайт «Закон Божий» приходят ваши письма, и мы рады ответить на них. Вот сейчас я постараюсь ответить на несколько вопросов, связанных с православием и другими конфессиями. Раб Божий Виктор спрашивает. Я живу в Америке уже 12 лет. Я женат, у меня пятеро детей. Знакомясь с трудами Игнатия Брянчанинова и других святых отцов, я стал понимать, что по духу я православный. Я был крещен в детстве в православной церкви, но дальше меня никто не учил духовным законам. А после армии я уверовал в Господа в баптистской общине. Могу ли я воцерковиться, как это правильно сделать? Очень интересно и знаменательно, как Господь ведет человека каждого своим путем. И то, что вы оказались в баптистской общине, в Америке, конечно, это этапы духовного роста вашего. И то, что вы пришли сейчас к тому, что вы стремитесь стать православным, ну просто это чудо. Это самое настоящее чудо. Конечно, вы можете воцерковиться. К сожалению, я не знаю, где вы живете, но даже если бы и знал, вряд ли бы я мог сказать что-то содержательное. Но наверняка где-то в ближайшем городе есть храм. Это православный храм, который относится к русской православной церкви. Я думаю, что в интернете вы можете это узнать, у знакомых спросить. Так что постарайтесь найти адрес ближайшего православного храма. И обратитесь к священнику, поговорите, и вы получите ответы на ваши вопросы. А самое главное, что вы действительно можете воцерковить жизнь свою и своей семьи. Пятеро детей, это так много, поздравляю вас, замечательно. Дай Бог, чтобы вы нашли свой путь в православный храм, и чтобы вы были по-настоящему глубокими православными христианами. Помоги вам, Господи. Я крестилась полтора года назад. До этого была мусульманкой, родилась в татарской семье. Учусь в Москве, но скоро перееду опять в Татарстан. Отчим не знает, что мы с сестрой крещены. А если узнает, запретит общаться с мамой. Я очень хочу, чтобы мама открыла для себя православие, крестилась, начала причащаться. Помогите, пожалуйста, советом. Спрашивает раба Божия Александра. Действительно, очень сложная ситуация. Вот такие конфессиональные проблемы, они действительно с трудом решаются. И очень хорошо, что вы так по-доброму и глубоко относитесь к вашей маме. Это замечательно. Это самое главное. Чтобы дети на деле исполняли заповедь Божию о почитании родителей. Молитесь Господу с верой и искренне и горячо, потому что тут нужна мудрость. Вот здесь нельзя действовать прямолинейно. Вот хочется, кажется, вот так сказать, прямой путь, кратчайшая дорога. От одной точки до другой, так сказать. Но это если у вас поверхность ровная. А если вы в горах, то вовсе не прямой путь, кратчайшее расстояние. А вот он должен быть и безопасным, и гарантированным. И вы должны знать, что на этом пути вам придется переживать какие-то непогоды. Поэтому вы должны выбирать именно тот путь, который приведет вас к цели. Но это трудно. Может быть, вы обратитесь в Москве в храме к священнику и поговорите лично. В личной беседе всегда легче ответить на какие-то тонкие вопросы или на какие-то нюансы, которые вот из краткого письма нельзя воспринять. Но приложите и любовь, и веру, и заботу, и молитву, духовный труд, терпение. И вы, несомненно, добьетесь вашей благой цели. Помощи Божией вам. Мои сотрудники-католики угощали на работе куличом и яйцами. У них Пасха как раз приходится на наш пост. «Я есть не стала, потом скормила голубям. А если они освященные были? Как правильно надо было поступить, чтобы не допустить кощунства, не нарушить волю Божию и при этом не обидеть людей?» Спрашивает раба Божия Ольга. Видите ли, Оля, мне кажется, что вы нашли не лучшее решение. Всегда хочется поступить правильно. И вы искали правильный ответ. Но вот не всегда удается его найти. Мне кажется, что вот вы могли вполне этот кусок кулича принести домой и положить его в морозилку. С ним бы за несколько недель, которые остались до Пасхи, ничего бы не случилось. А потом бы вы его достали и во славу Божию могли отведать этого католического кулича. Или же можно было прямо сказать вашим сотрудникам, так вот, очень доброжелательно сказать, что, знаете, вот у вас Пасха, я вас поздравляю. Но у нас еще и великий пост, поэтому я не могу вкушать вашего кулича, хотя вот я вас поздравляю. Но вот уж потерпите, кончится наш пост, и я принесу нашего кулича, и вот мы вместе разговеемся. Можно было, допустим, ответить им так. Ну или еще какой-то найти другой ответ. Но, мне кажется, вот голубям скармливать кулич совсем не обязательно. Ну вот я желаю вам вот такой милости Божией и всего самого доброго. Теперь я отвечу на несколько кратких вопросов. «Сколько человеку нужно времени для сна? Когда он много спит, не является ли это грехом?» Спрашивает Раб Божий Сергей. Вы знаете, эти нормы возрастные. Детям нужно спать много, взрослым меньше, но надо высыпаться. И если вот вы находитесь в юном возрасте, то вам надо спать 9 часов, наверное, не меньше, но это по согласованию с родителями. «Уже много лет играю в блокмекерской конторе. Недавно задумался над тем, не грех ли это. Спрашивает Раб Божий Максим. Мне кажется, что вот всякие финансовые спекуляции, ну, в конечном итоге это все-таки грех. Но поскольку это как бы официально, я думаю, что можно этим заниматься. Но если есть возможность уйти в какую-то другую сферу, лучше заняться чем-то другим». «Как правильно полагать земные поклоны? Стоя на коленях, или же после каждого поклона надо вставать?» Спрашивает Раба Божьей Надежды. «Да, Надежда, после каждого поклона надо вставать, осенять себя крестным знаменем, и снова преклонять колени, и склоняться лбом до пола». «Можно ли молиться, когда едешь в автобусе и летишь в самолете? И тогда получается, что произносишь молитву сидя. «Не грешно ли так молиться?» Спрашивает Раб Божий Валентин. «Нет, мне кажется, так молиться совсем не грешно. И очень хорошо, когда кто-то молится в самолете. Тогда вероятность, что он долетит гораздо больше». Дорогие друзья, прощаюсь с вами. Надеюсь, вновь встретиться с вами в эфире. Пожалуйста, присылайте ваши вопросы на наш сайт «Закон Божий». Господь с вами. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова